Продолжение следует... Я хочу приехать в мой любимый город, Санкт-Петербург. Я родился в Одессе. Одесса всегда считалась летней столицей России, а зимней столицей России был Санкт-Петербург. И, в общем, у меня здесь есть родственники, которые очень любят этот город, и я тоже его очень люблю. Мне каждый раз очень приятно сюда приезжать. И поэтому, когда мне сказали, что, вы знаете, а вот может быть как-то дистанционно, я сказал, нет, вот я обязательно приеду. Значит, единственное, что я поехал не на самолете и не на Сапсане, а я поехал на машине для того, чтобы минимизировать риски в это, так сказать, непростое время, как мы все хорошо понимаем. Вот. Значит, естественно, доклад будет на русском языке, но я считаю, что правильно давать всегда слайды на английском языке. Я считаю, что английский – это не потому, что я люблю Америку или Англию, а просто потому, что это современная латынь науки, некий универсальный язык, на котором мы, так сказать, можем все универсально общаться. Я хотел бы вам рассказать в связи с тем, с тематикой конференции эволюционной физиологии. Мне хотелось бы затронуть ту тему, которая, с моей точки зрения, она немножко была и остается в тени современной науки. Это тема о кислотно-щелочном равновесии и о том, что, значит, насколько важна реакция среды, PH-среды, для нормальной и, так сказать, ну и патологической тоже физиологии любого организма. На что мне надо щелкать, чтобы… Мышка. А, мышка. Так, сейчас мы… Вот. Вот. А, понял. Вернитесь. Да? Не, а теперь вот на что? Просто по экрану. А, просто по экрану. А, просто по экрану. Спасибо большое. Вот. Значит, я как бы вот, как сотрудник Института биорганической химии, в котором много-много лет проработал, вначале будучи аспирантом Юрия Анатольевича Общинникова, который был вот такой вот классический белковый химик, большой любитель исследований всяческих рецепторов. Значит, я тоже, я в своей, так сказать, научной карьере я занимался исследованием рецепторов. Поначалу это были рецепторы нейротоксинов. Вот. А потом в какой-то момент уже от токсинов я устал немножко и решил переключиться на другой класс рецепторов. Это рецепторные тирозинки НАЗА. Значит, вот этот класс, он очень интересный. Интересный тем, что с точки зрения и биохимии, и с точки зрения физиологии. Интересный тем, что эти рецепторы, они имеют достаточно похожую структуру доменную в том плане, что у них есть внутриклеточные каталитические домены, которые осуществляют фосфорилирование по тирозину. Есть неклеточные домены, которые отвечают за взаимодействие с белками наружной части клетки. Это, значит, это могут быть какие-то гормоны, которые, грубо говоря, плавают в окружающей среде. А могут быть и какие-то белки, которые сидят на поверхности других клеток. И вот за счет вот таких вот взаимодействий у нас происходит передача сигнала. Значит, рецепторы этого большого семейства, они участвуют в различных процессах. Вот, они являются регуляторами метаболизма, они являются регуляторами роста деления клеток, или наоборот, они могут ингибировать деление клеток. Вот, и все это происходит за счет того, что у них есть вот эти вот внеклеточные домены, которые чувствуют окружение, и есть внутриклеточные домены, которые дальше запускают некое сигналирование. Значит, в частности, вот в этом семействе есть маленькие подсемейства, и одно из них – это семейство рецептора инсулина. И в этом семействе у нас есть три различных рецептора, каждый из которых имеет свою очень, как бы, оригинальную, неповторимую функцию. Причем, что интересно, при этом они являются высоко гомологичными, у них, так сказать, по структуре белка порядка 60% гомологии, и у них абсолютно идентичная доменная структура. То есть, вроде бы, вот, все одно и то же, а делают они совершенно разные вещи. Значит, чуть дальше я буду говорить уже, так сказать, о том, об эволюции, но вот сейчас вот пока просто о структуре и об их функции, которые известны. Значит, ну, рецептор инсулина – это знают все люди, практически все, особенно, так сказать, вот нашего, моего возраста, скажем так. Это связано с тем, чем огромное количество людей болеет. Это диабеты первого, второго типа, и, соответственно, они являются, они чувствуют инсулин, гормон. И, соответственно, когда все хорошо, то вот это ощущение передается в нашу, в первую очередь, мышечную активность в регуляцию метаболизма. А когда что-то не так, все, так сказать, работает не так, как нам хотелось бы, к сожалению, это приводит к очень серьезным заболеваниям. Второй рецептор – это рецептор инсулин подобного ростового фактора. Этот рецептор, он, как бы, о нем, естественно, знают меньше, чем о рецепторе инсулина с точки зрения популярности его. Потому что каких-то таких очевидных, так сказать, серьезных заболеваний с ним не связано, а точнее, те заболевания, с которыми этот рецептор связан, они, по сути, оказываются смертельными. Вот. Этот рецептор, он важен для регуляции роста клеток, для правильной организации парфологии организма. И вот третий рецептор, который был найден, вернее, отклонирован, скажем так, вслед за этими двумя рецепторами, который тоже очень-очень на них похож, и, так сказать, мало отличается и по структуре своей аминокислотной последствий, и по доменной структуре. Это ИРР, так называемый, инсулино-рецепторно-подобный рецептор. Вот. И что удивительно, что вот два первых рецептора с ним никак не связаны с точки зрения их агонистов, их легандов. Вот. Хотя вот они вот имеют общий там инсулин и инсулин-подобный ростовой фактор, еще несколько пептидоподобных гормонов. А вот на ИРР никакой гормон из известных не действует. И, несмотря на гигантские усилия различных лабораторий и фармацевтических ферм, не было найдено такого вот белково-пептидного леганда. Вот. И это, собственно, это краткое вступление к той теме, почему вот нас, мы стали в какой-то степени физиологами и вошли в эту область. Значит, нам удалось на неком начальном этапе, в попытках все-таки найти такой вот агонист, мы нашли жидкость, которая его может активировать. Это оказалась амниотическая жидкость коровы, именно коровы, и это очень важно. Вот. И мы показали, так сказать, рядом каких-то относительно простых экспериментов биохимических, клеточных инвитро, что, значит, смысл активации рецептора, она заключается в том, что амниотическая жидкость имеет слабо щелочную реакцию, причем именно корову. Вот. Потому что у животных, которые являются, которые питаются растительной пищей, они преимущественно свой организм как бы защелачивают. Вот. И вот те жидкости, которые из них выходят, то есть, если бы мы взяли, грубо говоря, там, мочу коровы, то был бы такой же точный эффект. Вот. Ну, так получилось, что мы взяли вот амниотическую жидкость. А вот с теми животными, которые преимущественно питаются, хищники преимущественно питаются пищей животного происхождения, у них наоборот, у них мочая амниотическая жидкость, она слабокислая. То есть, это просто вот было некое такое вот везение, удача, что нам удалось с этим делом разобраться. Значит, дальше, естественно, возник вопрос. А вот активация этого третьего рецептора из семейства инсулина щелочью – это что? Это какая-то там разумная функция или это просто инвитровый артефакт? Вот. И, опять же, мы сделали там много биохимических и клеточно-биологических экспериментов, и нам удалось показать, что это очень-очень похоже на легандрецепторное взаимодействие. Почему? Потому что активация рецептора, она зависит от дозы, то есть, это является вот PH-зависимый рецептор. Вот. Значит, оно специфичное, оно определяется рецепторным эктодоменом, то есть, вне клеточной частью рецептора, как и у большинства рецепторов, это разумно, да, что вот если он что-то чувствует, то он должен чувствовать это снаружи. Вот. И что еще есть какие-то там дополнительные свидетельства о том, что активация этого рецептора, она приводит к активации путей, сигнальных путей, так же, как у рецептора инсулина. И, в конце концов, оно приводит к изменению цитоскелета. Интересно, что мы, как бы, мы на этом не остановились, вот, на исследовании вот этого рецептора, который вот третий в семействе инсулина, третий, но не лишний. Вот. И мы дальше заинтересовались, а могут ли быть еще какие-то рецепторы, тоже вот из семейства рецепторных терроризм киназ, которые будут регулироваться изменением ПАЖ. И, значит, мой сотрудник Игорь Деев, вот он, значит, такой современный любитель интернета, он копался-копался и, значит, нарыл там некую китайскую программу, очень интересную. Значит, люди просто в тупую взяли и проанализировали свойства различных ферментов в зависимости от ПАЖ окружающей среды. То есть они коррелировали структуру этих ферментов и их чувствительность к кислой или там слабо-щелочной среде. И нашли вот действительно вот какие-то вот такие структурные корреляции, сделали некую программу. Я совершенно не знаю, как эта программа работает. И, в общем, нам как бы, так сказать, так и осталось непонятно. Но, так сказать, но она, эта программа, она какое-то время висела в интернете. Можно было загнать структуру туда совершенно различных белков. И мы это сделали для всего этого большого семейства рецепторных терозинкиназ. И, так сказать, первое, что нас вдохновило, оказалось, что вот в этом семействе рецептора инсулина два первых члена, они, как бы, программа выдавала, что они предсказуемо кислота чувствительная, а третий наш, он щелочечувствительный. И мы, так сказать, прогнали вот все эти самые, все наши, ну, не наши, а как бы интересующие нас рецепторы. И оказалась очень интересная вещь, что абсолютное большинство было, как бы, условно говоря, кислотозависимые, но были еще и рецепторы, которые выдавали вот эту вот чувствительность к щелочи. И вот, в частности, один из них, который показан здесь, на этом слайде, это ERBB2, который, так же, как вот наш этот ERR-рецептор, он был орфанным, сиротским. Вот. И для него не была известна леганда. То есть, ну, вот это, на самом деле, вот я, потом я стал очень, так сказать, глубоко погружаться в это все. Вот там очень какая-то темная история с этим ERBB2. Вроде как он, значит, он все-таки может активироваться, но активироваться он может тогда, когда он делает какие-то гетеродимеры с другим рецептором, и тогда вот вместе, в паре с каким-то другим рецептором, у которых есть действительно вот агонисты, он что-то делает. Вот. Но у меня вот на сегодняшний день сложилось такое ощущение, что все-таки этот рецептор, он так же, как и наш рецептор, он, может быть, он что-то делает вместе с другими, но прежде всего он является PH-сенсором. Вот такая вот интересная вещь, которая, здесь вот показан этот самый механизм, предположительно, как он активируется за счет гетерообразования гетеродимерных комплексов. Вот. Но наши результаты, они свидетельствуют о том, что все-таки, скорее всего, это его основная функция, это функция, грубо говоря, измерения PH. Ну, мы провели какие-то эксперименты, чтобы это показать, и оказалось, что вот у него вот есть такая четкая PH-зависимость его активации, и очень может быть, что каким-то образом он, его основная функция, она зависит от того, какой это, кстати, PH окружающей среды. Вот. Еще один интересный пример. Значит, мы проделали эксперименты по выделению тех белков, которые фосфорилируются. Ну, основная функция рецепторов этих, рецепторных керозинки нас, это аутофосфорилирование. То есть у них есть внутриклеточные домены, которые фосфорилируются в результате их активации. И если мы просто возьмем какие-то ткани, клетки, обработаем их слабощелочной средой, то мы получим некий ответ, который мы можем анализировать вот по аутофосфорилированию, и дальше выделять, соответственно, те белки, которые активируются, то есть аутофосфорилируются. И вот один из таких белков, который нам удалось найти, он, так сказать, достаточно был в большом количестве, и это оказался рецептор, так называемый СИМЕТ. СИМЕТ-рецептор – это рецептор, для которого, предположительно, есть свой агонист. Это фактор роста гепатоцитов. Ну и мы показали, что этот рецептор, он действительно очень сильно реагирует на изменения PH внешней среды. И вот это те эксперименты, о которых я говорил, где мы нашли активацию рецептора при PH9. Ну, PH9, конечно, в печени очень сложно представить, но он активируется. Значит, я хочу сказать вот о чем, что в целом вот этот наш комплекс работ, он как-то вот он на грани, он на грани такой простой биохимии и физиологии. Почему? Потому что есть некое понимание, что PH крови и внеклеточной жидкости совершенно жестко регулируется. То есть вот он должен быть примерно 7,4 плюс-минус совсем немножко. Вот. Поэтому общая догма есть такая. Да, у нас в организме одна из основных системных функций организма – это поддерживать постоянство PH внеклеточной жидкости. Что-то не так? Вот. Значит, тем не менее, при каких-то физиологических, а скорее патологических обстоятельствах, PH может изменяться. И тогда, вот, как вы видите, слева и справа – это смерть. Вот. Поэтому эту тему постоянства кислотно-щелочного равновесия в первую очередь разрабатывали врачи. Даже не физиологи, ученые, а врачи. И не просто врачи, а врачи-реаниматологи. То есть те люди, которые, они должны из острого состояния патологического привести пациента, который, ну, в какое-то разумное состояние. Вот. И вот они в этом неплохо, очень неплохо разбираются. И вот это вот равновесие, немножко в кислую сторону, немножко в щелочную сторону – это все дело на самом деле. Это, они в этом очень хорошо разбираются, кислотно-щелочные состояния. Это достаточно хорошо регулируется в первую очередь аппаратами, которые сейчас у всех на слуху. ИБЛ – искусственная вентиляция легкого. Значит, почему? Потому что легкие, они работают для чего? Для того, чтобы, а, пригонять кислород в организм. Кислород – это источник жизни, источник метаболизма. И Б – удалять результат метаболизма. Это, прежде всего, углекислый газ. И от того, насколько интенсивно происходит удаление углекислого газа, зависит кислотно-щелочное состояние всего организма. То есть ты запустил этот аппарат чуть-чуть быстрее, у тебя углекислый газ уходит быстрее. И, соответственно, поскольку это кислота, СО2 – это кусочек кислоты, угольной кислоты, то, соответственно, организм защелачивается. Если мы снижаем удаление углекислого газа, организм закисляется. И вот, значит, есть такие хорошие приборы, газоанализаторы, которые ты там засовываешь маленькую капельку крови, и они выдают тебе всю информацию, что происходит. А дальше уже врач там, соответственно, регулирует скорость работы аппарата. Это то, о чем, кстати, я только что сказал, иллюстрирует. Значит, несмотря на то, что мы постоянно вырабатываем кислоту за счет метаболизма, и плюс к этому мы еще дополнительно получаем какой-то внешний источник, который закисляет или защелачивает наш организм в целом. Но вот два основных органа, которые регулируют весь этот процесс, чтобы поддерживать постоянство, это легкие, которые кислоту удаляют больше или меньше в виде углекислого газа, и это еще дополнительно это почки. То есть то, что не доделали легкие, доделывают почки, и, значит, в частности, это удаление избыточных оснований в виде бикарбоната. И вот эти как раз основания, которые удаляются почкой, удивительным образом, они совпадают с локализацией рецептора ИРР, о котором я только что говорил, рецептор на этой керозинке НАЗА. Вот. И когда мы только обнаружили вот этот сам факт активации щелочи, я помню, я приехал в этот институт, где меня любезно принял академик Наточин, я ему показал результаты, он, значит, посмотрел на те картинки, которые у нас есть, то, что было там опубликовано по локализации рецептора. Оказалось, что этот рецептор, он прежде всего находится в B-типе вставочных клеток, которые секретируют излишний бикарбонат. И он сказал, да, Саша, это разумно, наверное, что-то за этим действительно физиологическое есть. Вот. Значит, внимательное изучение литературы, оно привело к тому, что вот мы выделили четыре основных локации этих рецепторов. Значит, больше всего, несомненно, его находится в почках, хотя, так сказать, дальше я там буду о чем-то совсем другом рассказывать. Вот. Плюс он находится в желудке, в глубоко спрятанных энтерохромофильных клетках, спрятанных в стенке желудка. Вот. Находится в поджелудочной железе, и находится он также в нервной системе, что как бы очень интригующе и непонятно. То есть понятно, что вот в этих первых трех тканях, несомненно, он может чувствовать слабощелочную среду, потому что она там есть. Потому что он чувствует слабощелочную среду, начиная примерно с PH 7,9. Вот. 7,9 в крови, как я уже сказал, бывает, ну, увы, у трупов только. Вот. А вот в других тканях, я имею в виду в крови, а вот в других тканях там может быть действительно серьезный, серьезный сдвиги PH. Вот. Значит, чтобы дальше проанализировать это явление, мы развели у себя линию нокаутных мышек, которые, на первый взгляд, они выглядят совершенно одинаково. То есть нокаут – это генетическое изменение в организме, которое приводит к тому, что какой-то ген у нас направленно выключен. Вот. И вот мы видим, что вот эти мышки одинаково, на первый взгляд, одинаково счастливы. Вот. Но когда мы более внимательно стали анализировать этих мышек, вот, то оказалось, что у них есть действительно серьезные отличия. Да, это не смертельный нокаут, как, скажем, реально смертельный нокаут от первых двух членов семейства рецептора инсулина. Но, тем не менее, он существенный. И, в частности, эти мышки, они не могут нормально удалять... Это уже он живет своей жизнью как-то, да? Хорошо. Не-не-не. Значит, я как раз начал об этом говорить, что у нас происходит при щелочной нагрузке, когда мы, грубо говоря, кормим, поим мышку содой, то почки с этим очень успешно справляются, и они удаляют избыточный бикарбонат в мочу. Обычные, хорошие мышки, вот, дикого типа. А нокаутные мышки этого не делают совсем. Более того, они даже как-то вот идут в другую сторону. То есть вот, ну и, соответственно, там, PH мочи, он тоже это отображает. Не только бикарбонат, вот, но и PH тоже. То есть вот мы ввели избыточную щелочь, и нормальные мышки очень-очень быстро и хорошо, успешно с этим справляются. Они выводят все. А нокаутные мышки этого не делают. То есть понятно, что этот рецептор, он, значит, вовлечен в регуляцию экскреции почками среды, слабо-щелочной среды. Тем не менее, эти мышки, они как бы остаются живы. И почему они остаются живы? А потому что есть другой механизм. Ну, как у хороших самолетов, ракет и так далее. Так сказать, все задублировано много раз. Вот. Так и в организме. Значит, если не может выводиться нормальный бикарбонат, тут подключаются легкие, и они начинают выводить, точнее, задерживать больше углекислый газ. Соответственно, если мы задерживаем углекислый газ, то происходит компенсация избыточного бикарбоната, и в целом pH крови он сохраняется. Но это все у них как бы не бесплатно. То есть эти мышки, они просто, они меньше дышат. И, соответственно, если они меньше дышат, то это отражается на общем состоянии организма. То есть у них, они не могут быть настолько же там физически активными. Они, вот, грубо говоря, дыхание-то это не только удаление углекислого газа. Дыхание – это еще поступление кислорода. Значит, у них, им меньше поступает кислорода в организме, чем нужно. Ну, тем не менее, они живы относительно, как я показывал на картинке. Так, а. Да. Теперь, значит, мы провели серию экспериментов. Значит, поскольку оказалось, вот, что этот рецептор, он находится в клетках, которые принадлежат нервной системе, то нас заинтересовало, а могут ли там быть какие-то поведенческие отклонения у этих мышей. И, значит, мы провели ряд экспериментов в сотрудничестве с лабораторией академика Чихонина и обнаружили, что действительно есть определенные отличия. Вот, значит, первое отличие, которое мы еще когда-то давно сами заметили, точнее, не мы сами, а вот те люди, которые, ветеринары, которые занимались бридингом наших мышей, они заметили, что самцов нельзя вместе перевозить куда-то. То есть, если там сажают несколько самцов в одну и ту же клетку, то, в конце концов, мы получаем не несколько самцов на выходе у себя в институте, вот, а мы получаем одного. Вот, и, значит, мы это приписали к тому, что, наверное, там есть какие-то проблемы с агрессивным поведением. Вот, оказалась очень интересная вещь, что мы-то, когда их перевозили, мы не знали, кто из них... То есть, мы как... Мы получаем, вот, когда разводим этих мышей, мы получаем определенное количество гомозигод и гетерозигод. И какие конкретно мыши до того, как мы сделали генотипирование, мы не знаем. Вот, только после этого мы уже можем... И вот, когда мы уже разобрались с этим, то есть, мы поначалу думали, что вот наши мыши агрессивные. Оказывается, они не агрессивные, а они наоборот, они очень, как бы сказать, небоеспособные. То есть, вот, если их с обычными мышами дикого типа вести в одной клетке, то те их начинают задирать и убивают, в конце концов. И они не способны... То есть, у них вот отсутствуют вот эти вот агрессивно-бойцовские качества нокаутных мышей. И каким-то чудным образом это связано вот с отсутствием рецептора. Причем здесь были, так сказать, серьезные контроли мы делали, и это все делалось на так называемых мышах литтермейтс. То есть, когда мы там несколько делали скрещиваний и там с мышами дикого типа и отбирали, в конце концов, мышей из одного помета, однопометные мыши. Вот. То есть, понятно, что вот у них не какое-то там случайное отклонение в генотипе, а действительно это связано с этим нокаутом. Вот. First swim. Вот. И, значит, это результаты вот этих вот наших экспериментов по поведенческому фенотипу. Да, оказалось, что они существенно отличаются по своей защитно-агрессивной функции. Вот. Каким образом это связано с PH-чувствительностью? Вот для меня это, пока это все для нас. Всех остается очень серьезной загадкой, и мы, так сказать, хотим дальше над этим работать. Вот. Теперь, значит, вот мы подошли к развитию. Вот такая вот очень интересная картинка. Это, сразу скажу, это не в нашей лаборатории, это из некого, некой базы данных, атласа, где показана экспрессия многих разных генов. И вот, в частности, вот для нашего гена, как вы здесь хорошо видите, вот это так, как это было интерпретировано, и, наверное, я с этим, так сказать, не могу не согласиться, это ганглии, в которых прежде всего, вот больше всего рецептора, при, вот в этом раннем развитии, оно обнаруживается, обнаруживается экспрессия этого ИРРа. То есть, если в взрослом организме его больше всего в почках, то в развивающихся организм его больше всего в ганглии. Вот, значит, это нас подвело к тому, что мы проделали некие эксперименты с эмбриологически, это уже в нашей лаборатории было сделано. И оказалось, что развитие бластоцистов существенно отличается у мышей обычных, дикого типа, и мышей нокаутного. Причем, естественно, как я говорю, это все делается на вот этих однопометных литер-мейтс мышах. То есть, это такие эксперименты, которым можно как бы доверять. Вот. И мы видим, что есть существенное отличие по развитию эмбрионов для мышей нокаутных по этому рецептору, который является рецептором слабо-щелочной среды. И у мышей дикого типа. Значит, к чему что можно, какой можно сделать из этого вывод? Из этого можно сделать вывод, что есть какие-то физиологические процессы, по всей видимости, ПАЖ-зависимые процессы, которые мы как бы, мы пока их не идентифицировали, мы не можем сказать, что там на самом деле происходит. Но определенная разница с наличием вот этого рецептора, для которого за 30, за 40, да, 30 лет не нашли ни одного природного леганда-оргониста. Единственный его активатор, который на сегодняшний день известен, это щелочь. И вот тем не менее вот такой вот заметный реально фенотип не только во взрослом состоянии, но и в развитии. Вот. Значит, немножко отвлекусь от темы как бы системной физиологии. значит, естественно, очень интересный вопрос, это а как, а что делает этот рецептор, каким образом он передает сигналы. вот. И эксперименты, которые были сделаны нами в сотрудничестве с французской лабораторией, они показали, что есть такой фермент фосфолипаза С, точнее, фосфолипаза С-гамма-2, которая может активироваться этим рецептором, причем не просто она может активироваться этим рецептором, а если мы проанализируем нокаут по этой фосфолипазе С-гамма-2, то оказывается, что этот нокаут, он очень существенно похож на нокаут рецептора ИРФ. Значит, начало этой истории было с того, что почему с французами и там даже швейцарцы были заряжены, они искали просто какие-то белки, которые специфично экспрессируются в бета-вставочных клетках. И оказалось, что один из таких белков, предположительно сигнальный белок, это фосфолипаза С-гамма-2, он обогащен в клетках бета-вставочных клетках, это иллюстрируется окрашиванием антителами, плюс это делался протеомный анализ и в частности они находятся в тех клетках, которые пендрин положительный, это маркер бета-вставочных клетках. вот, и, как я уже сказал, поскольку фенотип мышей, этих нокаутных мышей, был очень сильно похож на фенотип мышей ИРРных, которые мы исследовали, то мы провели инвитроэксперименты и мы показали вот в этих инвитроэкспериментах с экспрессией, по экспрессии фосфолипазы С-гамма-2 и рецептора ИРР, мы показали, что действительно их сочетание позволяет выявить активацию фосфолипаза С-гамма-2 в том случае, когда мы активируем рецептор ИРР слабо-щелочной средой. И таким образом получается, что у нас основные из клеточных компонентов, по крайней мере, вот в этих бета-вставочных клетках, где коэксперсируются ИРР и фосфолипаза С-гамма-2, основной этот эффект, он связан с активацией слабо-щелочной средой и, соответственно, регуляцией экскреции избыточного бикарбоната этими клетками. Это вот эксперименты, показанные эксперименты по нагрузке бикарбонатом нокаутных мышей, которые сделали наши французские коллеги. вот и теперь, значит, я вот вернусь вот к той теме, о которой я изначально говорил, это эволюция. Значит, как я уже сказал, семейство рецептора инсулина, оно включает в себя три рецептора. но если мы посмотрим, а что у нас происходит вот в эволюции, то мы увидим, что когда-то там давно-давно-давно, значит, там, типа там, в червях, там, в мухах, там, и тому подобное, был один рецептор, который больше всего похож на рецептор инсулина. А потом, значит, дальше произошли генетические изменения, там, дупликации, и в результате этого у нас все это один, один этот рецептор, он как бы разделился на три рецептора. Значит, и вот этот наш рецептор ИРР, который PH700, он появляется в первую очередь, он появляется у земноводных. То есть, в рыбах его еще нет, хотя есть исключения, очень забавное такое исключение, то есть, есть такие рыбки, которые вроде как рыбки, но про них известно, что у них помимо жабр есть еще легочно подобные органы. И вот именно вот в этих рыбках мы уже находим рецептор ИРР. А в таких просто рыбках типа Zebrafish, там этого нет. И дальше вот эти три рецептора, они проходят через всю эволюцию структурно малоизмененными и отличия их полностью сохраняют. То есть, вот это один из, так сказать, был одна из ключевых картинок, которая была там в статье про функцию рецептора ИРРа как щелочного сенсора, где мы показывали, что действительно вот эта функция, она очень важна. и вот мы когда сделали эксперименты на лягушачьем ИРРе, мы показали тоже, что да, лягушачий ИРР, он является сенсором щелочек. Вот. Страшная картинка. Значит, для того, чтобы посмотреть, а что же действительно вот хорошо вот в лягушке он только появился, этот рецептор, что он там может делать. Значит, чтобы проанализировать это, мы применили традиционный подход лягушачий. Это использование так называемых морфолина, то есть это некие модифицированные олигонуклеотиды, которые могут останавливать синтез какого-то белка на том развитии, в то время, когда, значит, мы его закалываем в какие-то клетки. Это очень это чтобы вы что-то узнали про то, так сказать, что происходит в развитии. И, значит, вот мы синтезировали эти морфолины по, так сказать, структуре рецептора РР-лягушки. И когда мы, значит, эти опс у меня вот так да и оказалось, что у этих лягушек, у зародышей очень очень сильно выраженный и интересный фенотип. Они отстают в развитии. Они конкретно отстают в развитии, вот эти вот зародыши. Причем это интересно, значит, это развитие, оно является в какой-то степени ПАШ чувствительным. То есть, грубо говоря, если мы продолжаем растить зародышей при повышенном ПАШ, то все хорошо, этот эффект пропадает. А если мы делаем это при нейтральном ПАШ или при кислом ПАШ, то здесь совершенно четко выраженная остановка задержка развития. У меня сколько еще есть времени? Хорошо, ну я уже перешел к самому важному, к развитию. Вот, значит, естественно, мы сделали рескию эксперименты, чтобы показать, что этот эффект, он при, может компенсироваться вкалыванием МРНК ксенопуса параллельно с морфолинами. И действительно, вот, рескию эксперименты показали, что, да, этот рецептор, он каким-то образом, загадочным образом, он вовлечен в развитие, причем не просто вовлечен, а вот таким вот ПАШ, ПАШ чувствительным образом. Вот, и, а дальше мы еще проделали эксперименты по анализу транскриптов, ну, то есть, это секвенирование, глубокое секвенирование, вот, и анализ этих транскриптов, он действительно подтвердил, что у нас идет существенная задержка там по тем белкам, которые важны для, в частности, там, для синтеза белка, вот, это общая картинка, которая показывает то, о чем я говорил, вот, и те выводы, которые, кстати, мы можем сделать, по сути, так сказать, по всему комплексу экспериментов, которые мы проделали, вот, значит, и выводы следующие, что у нас есть рецепторные тирозинкиназы, которые являются PH-сенсорами, что одна из этих киназ очевидным образом вовлечена в экскрецию избыточного бикарбоната почками, дальше, что это тирозинкиназа и РР, она работает через фосфолипазу С-гамма-2, которая тоже специфично экспрессируется в бета-вставочных клетках почек, и также, значит, вот, то, что касается развития, очень интересная вещь, значит, с одной стороны в лягушках этот рецептор, он вовлечен в общую регуляцию развития, в мышах он интересным образом концентрируется в клетках нервной системы, в спинномозговых ганглиях, вот, и что эксперименты наши по развитию эмбриона мышей, они показали существенную разницу вот у мышей с нокаутом ИРР и с с мышами дикого типа, вот, ну, и это самая, наверное, веселая хроматография, извините, фотография, вот, это моя лаборатория, значит, вот, самым хмурым и серьезным лицом это Игорь человек, который внес наибольший вклад, наверное, в развитие этого проекта, выпускник физтеха, очень талантливый ученый, вот, и молодое поколение, которые, вот, они уже, так сказать, такие хорошие эти физиологи, эмбриологи, так сказать, продвинулись дальше, чем физтех, вот, ну, и, наверное, большое спасибо вам за то, что... Спасибо большое, Александр Георгиевич. Коллеги, мы немножко из графика набиваемся, но, может быть, там, для пары коротких вопросов, если есть желание, время есть. Можно я один задам? Вот, агрессивное поведение мышей опосредуется в 1-2-2 рецепторного мироназального органа, феромонной коммуникации, в частности. Может ли так быть, что она нарушена в данном случае? Значит, это очень хороший, очень интересный вопрос. Мы тоже, мы им задавались, мы пытались, так сказать, с этим разобраться. Действительно, очень может быть. Значит, в частности, этот рецептор, он при, так сказать, развитии, он прежде всего сконцентрирован в ганглях, там же, где там же, где находятся кислоточувствительные рецепторы, которые так хорошо знают и изучают в вашем институте. Вот. Но у взрослых организмов, значит, он находится в основном в холинергических нейронах. И есть такое ядро, каламическое, если я не ошибаюсь, да, каламическое ядро, в котором он сконцентрирован. Это то ядро, где нарушается нормальный гематоэнцефалический барьер. Вот. вот мы сейчас хотим как-то продумать, сделать какие-то эксперименты, чтобы посмотреть, а действительно может ли быть так, что за счет нарушения нормального гематоэнцефалического барьера у нас есть взаимодействие каких-то гормонов с этим рецептором или с соседними рецепторами в этом еды. Вот. Здесь есть много над чем работать, да. Спасибо за хорошее спасибо большое. Есть вопрос в интернете. Римма Германовна, вы можете сами задать. Давайте мы тогда закроем презентацию. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Да, слышно, хорошо, задавайте. Да. Александр Георгиевич, у меня вот какой вопрос. Вот когда вы показывали, когда вы рассказывали про фосфолипазу гамма, про фосфолипазу С гамма-2, да, и нарисовали на схеме предшественник взводил мазитол дифосфат и два вторичных посредника, вы все-таки ничего не сказали, а что же происходит дальше после активации рецептора и активации фосфолипаза С? Значит, известно что-то об этом. каким же все-таки сигнальным механизмом это приводит к изменению секреции бикарбоната? Как всегда, все дело в кальции или какие-то еще есть идеи? Вы совершенно правильно отметили роль кальция. Значит, кальциевые, да, кальциевые волны мы там заметили, они действительно имеют место быть. Вот. что происходит дальше, мы над этим работаем. Отвечу, отвечу так. Значит, рабочая гипотеза такая, что у нас происходит транслокация пендрина. Это вот обменник, бикарбонат, хлоридный обменник, который в основном он отвечает за выброс излишнего бикарбоната. И это так же, как вот с глюкозным транспортером, там его существенная часть может находиться не на цитоплазматической мембране, а в примембранных структурах, где он, собственно, он неактивен. Вот. Мы вот с этим пытаемся разобраться. Это был как бы один из первых шагов, то есть, я не рассказывал о совсем первых шагах, мы показали, что этот рецептор, он активирует инсулиновый каскад обычный, ну, то есть, там эти белки ARS, инсулин рецептор substrate, белочки. Вот. И дальше, а вот именно специфичный для почек каскад, это вот он каким-то образом он связан с фосфолипазой C-гамма-2. Хотелось бы, хотелось бы узнать все. Сейчас мы делаем эксперименты по анализу транскриптомов почек. Там есть какие-то очень интересные наметки, есть даже какие-то там ПАЖ чувствительные ионные каналы, которые, может быть, они как-то в это дело вовлечены. Но это, пока эта тема не готова для серьезного научного доклада. Спасибо. Есть у нас еще вопросы? Спасибо. Тогда, наверное, мы перейдем к следующему. Большое спасибо. Спасибо.